Настройка программы В данном уроке нашего видеокурса мы рассмотрим основные настройки программы Adobe After Effects. Все основные настройки располагаются в одном окне, которое вы можете вызывать, пройдя на вкладку Edit, правка, и раскрыв список Preferences, настройки. Открывшийся список содержит команды, которые также доступны в самом окне настроек в виде разделов настроек. Такое разделение сделано для быстрого доступа к различным разделам настроек редактора, что значительно облегчает настройку программы для неопытного пользователя. Выполните команду General – Общие. Рассмотрим открывшееся диалоговое окно. Команды раздела General – Общие, служат для задания основных настроек программы. К этим настройкам относится команда Levels of Ando, служащая для определения количества отменяемых действий, произведенных в программе. Также здесь определяется функция показа подсказок – Show Tool Tips, команда для создания слоев в начале композиции – Create Layers at Composition Start Time, Синхронизация времени всех элементов, Synchronize Time of All Related Items и многие другие настройки. Команды раздела Previews – Предварительный просмотр помогают настроить параметры для предварительного просмотра композиций, такие как предельное разрешение – Adaptive Resolution Limit, подключение графической библиотеки – OpenGL Info, а также настройки продолжительности прослушивания аудиофайлов – Duration – Продолжительность. Раздел Display содержит параметры отображения эскизов на панели проектов и процесса оцифровки, отображаемого на временной шкале и на панели информации. В разделе Import настраиваются параметры импортирования файлов в проект, такие как импорт отдельного материала – Steel Footage и композиции – Sequence Footage. В разделе Output – Вывод содержатся параметры обращения к локальным дискам вашего компьютера. Также здесь задается количество файлов или размер видеофайлов в мегабайтах, при которых обрабатываемый материал будет разделен на сегменты. При помощи команды Minimum Disk Space Before Overflowing определяется минимальное свободное место на диске для перехода и использования другого локального диска. Используя команды раздела Grids and Gids – Координатная сетка и Направляющие – Вы сможете выбрать цвет и размеры сетки, добавляемой в рабочую область, воспользовавшись командами разделов сетки Grid, пропорциональной сетки Proportional Grid, направляющих Gids и безопасных зон Safe Mergens. Команды раздела Label Colors – Цвета меток позволяют быстро изменить цвета, используемые для различных меток и маркеров. С помощью команд раздела Media and Disk Cache – Media и Кэширование диска – Вы сможете настроить объем памяти, который может использовать программа. В разделе Video Preview – Предварительный просмотр видео – настраиваются различные параметры предварительного просмотра обрабатываемого материала. Здесь можно определить качество и продолжительность вывода, а также пропорции видео. Используя раздел Appearance, Вы сможете настроить интерфейс по Вашему вкусу. Например, здесь настраивается значение яркости окна редактора. Для настройки необходимо всего лишь перетащить ползунок Brightness – Яркость. В разделе Auto-Save задаются параметры для автоматического сохранения материалов. И, наконец, в разделах Audio Hardware – Audio Оборудование и Audio Output Mapping – Выходные аудиоканалы – устанавливаются параметры аудиоустройства для вывода и параметры аудиоканалов. Как Вы можете заметить, каждый из перечисленных подразделов содержит в правой части четыре кнопки управления окном настроек. Вы можете подтвердить свой выбор нажатием кнопки ОК, отменить нажатием кнопки Cancel, а также воспользоваться кнопками Preview – Предыдущее и Next – Следующее для перехода к предыдущему или следующему разделам настроек соответственно. Продолжение следует...